Каждый автомобиль должен регулярно проходить техосмотр, ТО. В Германии его зовут ТЮФ, технический убервахунгсферайн. Проверки подлежат, прежде всего, системой безопасности. Тем не менее, прогресс движется очень быстро. Появилось очень много электронных помощников, водителя и систем безопасности. Водителю нужно только ехать, а система сама должна себя корректировать и сообщать, что я это сделать не могу, или мне это сделать трудно, или я считаю это действие небезопасным. Так ли это на самом деле? Проверяете ли во время техосмотра все системы безопасности на функционирование на самом деле? Вот вам пример. Электронная система торможения не проверена досконально. И если случается вот такое, то речь уже идет о жизни и смерти, или тяжелых травмах. Многие люди получают тяжелые травмы, садятся в инвалидное кресло до конца дней, либо получают тяжелые ожоги в огненных ДТП, и так далее. Даже существующая уже более 30 лет такая система, как подушка безопасности, на самом деле никогда не проверяется полностью. Мы, как граждане этой страны, вправе ожидать от властей страны того, чтобы они обеспечивали безопасность и контролировали. И мы спрашиваем, все ли за автомобилей, несущие на густном бере наклейку о прохождении техосмотра, на самом деле так уж безопасный. Фильм Иохима Отмера. Перевод фрилансфилм с Москва. Тысячи машин постоянно направляются в автосервис, потому что производители находят в системе безопасности проблемы, в некоторых моделях, которые нужно устранять. Это называется отзыв. Так было в 2017 году, когда концерн Volkswagen отозвал 385 тысяч машин только в Германии, чтобы предотвратить несчастный случай из-за неправильной работы систем АБС. Эта проблема была найдена в электронных компонентах системы, поскольку она находилась в пограничном состоянии. Дортмунд, я встречаюсь с владельцем одного такого отозванного автомобиля. Райнер Зюковский столкнулся с этой проблемой в АБС еще до того, как получил от завода Volkswagen письмо от отзыва машины для ремонта. Господин Зюковский, так что же произошло с вашей машиной тогда? Да, дело было так. Мне как-то пришлось нажать на тормоза с полной силой, и мне нужно было повернуть. Но машина не реагировала, она не поворачивала. Я видел, что на панели загорелась контрольная лампочка, а колеса оказались заблокированы. А можно взглянуть на машину? Да, конечно. Антиблокировочная система отвечает за то, чтобы при торможении колеса продолжали двигаться и постоянно имели сцепление с поверхностью дороги, чтобы машина не скатывалась в занос. Бывший владелец ферморского хозяйства в горах хорошо разбирается в электрике и любит автомобили. Его Volkswagen Golf всегда обслуживается в фирменном автосервисе. Соответственно, здесь мы увидим результат техосмотра. Ничего плохого не обнаружено? Быстро сделано. Ну, про АБС и ЕСП ничего не сказано? Нет, ничего. Все эти 385 тысяч отозванных машин стары настолько, что должны дополнительно проходить техосмотр. И наш электрик сетует на то, что трижды он проходил этот техосмотр, и никаких ошибок в системе не было выявлено. В тот момент, когда ты знаешь, что что-то не работает, это хорошее ощущение. Volkswagen заменил также рулевое управление и обновил электронную прошивку. И это отражено в наклейках, размещенных вот тут, тогда как мы живем в век компьютеров и баз данных. Здесь, на полигоне проверки безопасности транспортных средств, мы хотим вместе с Райнером Зюковским создать условия и проверить на современном автомобиле, как это работает. Что произойдет, когда система стабилизации движения и антиблокировочная система подло придадут, как это произошло с его Гольфом? С тренером по безопасности Акселем Куле мы подрегулировали систему стабилизации движения, которая компенсирует центробежную селу при повороте. Стабилизационная программа вступает в работу в тот момент, когда создается угроза срыва в занос и выбрасывания машины в сторону с дороги, а также она вмешивается в систему торможения, когда машина плохо поворачивает в радиусе. Ну и в первую очередь она регулирует захват тормозными колодками диска, чтобы колеса были в зацеплении и чтобы водитель был в безопасности и продолжал контролировать движение, когда есть опасность в блокировке колеса. Такое часто бывает во время движения по улицам и дорогам. Райнер Зюковский едет по скользкому дорожному полотну на скорости 40 км в час и быстро входит в поворот. И вот тут срабатывает программа электронной стабилизации ЕСП. Она немного снижает обороты двигателя и немного затормаживает одно колесо. В результате автомобиль сохраняет траекторию, заданную водителем. А теперь проедем в тех же условиях, но при отключенной ЕСП. Снова входим в поворот на 40 км. И Райнер Зюковский больше не может удержать машину в полосе. Его выносит через маркировку дороги на обочину. Хорошо, что тут не стоят деревья. Мы повторяем эксперимент еще раз, и хоть водитель уже знает, что ему грозит, он все равно не может справиться с управлением. Она управляется совсем плохо. Она как кисель. Невозможно ее удержать даже при небольшой скорости. Наш следующий тест – езда, превышедшая из строя антиблокировочной системы АБС. Мы предпримем торможение и объезд препятствия. Сначала на скорости 40 км в час проезжаем на машине с работающей АБС. Камера у колеса четко показывает, что оно не блокируется, и машина сохраняет управляемость. А вот с неисправной АБС тот же тест оборачивается катастрофой. Автомобиль на той же скорости скользит по покрытию без изменения траектории, прямо сквозь препятствия. И снова мы повторяем эксперимент, когда Райнер Зюковский уже знает, что произойдет. Ему все равно не удается ничего изменить в поведении машины. Колеса блокируются, и даже поворот руля не меняет направление движения автомобиля. Он пролетает сквозь преображаемое препятствие. Это повторяется даже в том случае, когда ты знаешь, что будет дальше. На дороге ты же не знаешь, когда нужно притомозить будет. А бывает вещь, что через дорогу дети пробегают. Да. В наших экспериментах мы убедились, что водитель автомашины с неисправными системами ЕСП и АБС, даже зная об их неработоспособности, все равно будет находиться в большой опасности. Но выявить неисправность в этих системах может только при техосмотре. Что же случилось с системой техосмотра? У самых крупных организаций, занимающихся тюф в Германии, это Декар, ГТУ и КЮС, мы спросим детально о том, что нас интересует. Да, обычно они отвечают общими словами, потому что крупные организации не стремятся раскрывать методы работы. Но мы спросим о том, почему они не выявили проблемы с начинкой системы АБС, которые потом сам Volkswagen и обнаружил, и отозвал машины клиентов. То есть, это значит, что примерно 1 миллион ошибок не были обнаружены при ТО. Мы не спрашиваем о юридической стороне, мы интересуемся только техническими условиями при техосмотре. Кроме того, обратимся к организации-сборщику технических данных автомобилей FSD. Эта фирма была образована самими компаниями, занимающимися техосмотрами, чтобы сделать доступ к технической информации более прозрачным. Юрген Беннингер, глава фирмы, показывает нам гордость их разработку компании. Этот изобретенный ими прибор — адаптер для техосмотра. Он подключается к разъему автомобиля и считывает информацию о накопившихся ошибках памяти электронных систем. На его экране затем можно посмотреть всю информацию, которую сам автомобиль предоставляет мастеру при техосмотре. Мы этот прибор производим с 2012 года в больших количествах, специально для станции ТО, и на данный момент их используется в 2015 штук. Я показываю ему отчеты о проблемах с АБС, с которыми Райнер Зуковский столкнулся на своем Вольксвагене. Инженер говорит, что плата электронной системы могла выйти из строя, сгореть, в результате чего системы ЕСПЭТ и АБС вышли из строя. Это конструкционный просчет, который не может быть идентифицирован при техосмотре вот этим прибором. Неужели современные программы обеспечения невозможно увидеть то, насколько безопасен стал отремонтированный автомобиль? Но Вольксваген надежно защищен. Мы ожидаем от Вольксвагена, что они пользуются нашим новейшим программным обеспечением, и они могут все ошибки считывать и узнавать свое состояние машины. Они могут или могли бы? Они могут. Мы в течение многих лет делимся с ними все необходимые информации, всеми обновлениями, всеми отправляем, и все от них получаем. Но, к сожалению, не всегда они этими обновлениями присылают вовремя. Инженеры-тестировщики на самом деле наклеивают ярлыки в прохождении проверок и о том, что автомобиль вследствие отзыва заводом действительно побывал на заводе. Это же не современно. Это действительно старомодно, потому что в памяти автомобиля все это можно сохранить, и оно там действительно и сохраняется. На наш вопрос, почему Volkswagen не обновляет свои технические данные у ФСД, концерн ответил следующее. По юридическим соглашениям, все, что можно пересылать, мы им предоставляем. Все обновления программного обеспечения находятся в отправке. Ответ, что же отправляет, концерн так и не уточнил. Более 20 миллионов актов техосмотра ликовых автомобилей было выписано в Германии в 2016 году. Цену ЗТО примерно в 100 евро умножаем на 20 миллионов, получаем в итоге миллиардные прибыли. Но до сих пор нет точного понимания, могут ли техсервисы определить, работают ли в автомобиле системы ESP и ABS. Насколько опасными могут быть отказы этих электронных систем автомобиля для обычного водителя? Этот вопрос мы зададим специалисту по медицине катастроф и исследователю травм доктору Вольфраму Хеллю. Он показывает нам фотографии ДТП, которые произошли при неработащей ESP и объясняет. Причины таких происшествий заключаются в том, что машина уходит в неконтролируемый занос в повороте, в конце, и машина оказывается на встречной полосе, а дальше последствия все понятны. Это опасно не только для встречного движения, но и также для машины в соседнем ряду. Мы реконструировали такие происшествия, и если бы у этих машин система ESP были бы в порядке, то машины бы без проблем остались бы на дороге и ехали бы дальше. И таких смертельных исходов, таких тяжелых последствий для самих этих происшествий бы не было. Среди всех систем безопасности, как говорит статистика, самые лучшие показатели у ремней. Однако для фронтальных аварий или переворотов подушки безопасности также необходимы. Это показывает различия между современными авариями и авариями в прошлом. В 70-е годы каждый пристегнутый водитель получал травмы от рулевого колеса при аварии на скорости выше определенного предела. Даже на скорости 25-30-35 км в час варитель ударялся об руль, даже несмотря на то, что он был пристегнут. Мы установили в нашей лаборатории, что подушка безопасности снижает риск получения травм головы и груди на 40%. Это говорит о том, что она очень эффективна. Поэтому с конца 70-х годов подушки безопасности стали обязательными. И все равно еще на дорогах к Германии можно встретить олтаймеры и янгтаймеры, которые не оснащены в оригинале такими системами безопасности, как подушка и даже иногда ремень безопасности. Об этом следует помнить. И еще многие жадные продавцы подержанных машин не брезгуют продавать автомобили, ранее побывавшие в аварии и собранные из опчастей нескольких машин, как Франкенштейн. Естественно, без подушек безопасности задешево. Это опасный, а зачастую и смертельный обман. Как это происходит? Об этом мы узнаем, обратившись к эксперту по автомобилям Карлфордо Мауэру. Он много раз встречался с манипуляциями с подушками безопасности. Вот один из автомобилей, который я осматривал. Не с первого взгляда, но можно все-таки снизу тут увидеть неплотное прилегание крышки на панели. Да, тут немного торчит. Да, а внутри вот это, что не может не шокировать. Тут нет подушки безопасности, она сработала ранее. Это был один из первых случаев. Были еще вот этот Форд, который снят на стенде у продавца. Мы видели у него ряд электронных проблем, и в результате нашли вот это. Вот эта колбаса, она тут прикручена. Нормальная подушка безопасности выглядит совсем по-другому. Она тут тоже сработала уже в результате ДТП. Ее просто запихнули обратно, заклеили по шву и сделали вид, что все нормально. Никакой защиты, никакой защиты. Визуально все вроде ровно, и машина нормальная, но это уже не то. И эта машина снова прошла техосмотр? Да, прошла техосмотр, как ни в чем не бывало. Бэушные машины с такими вот фокусами проходят техосмотр. Вы серьезно? На бумаге написано, что все в порядке. Но это до первого столба, где очень нужна будет подушка безопасности. Там-то точно никого не обманешь. Как это возможно? Я обращаюсь к Готфриду Мозеру, который занимается в судах с правовыми вопросами ДТП. Он в течение многих лет занимается скрупулезным выяснением того, какие трюки дилеры используют в своей работе. Как он рассказывает, раньше продавцы заклеивали контрольные лампы, например, АБС или СРС, то есть Airbag, на панели приборов. Сегодня же машины учат в основном с электронной начинкой. А сегодня можно заметить при техосмотре, что у машины отсутствуют подушки безопасности, если систему можно так легко перехитрить. Обычно прибегают к использованию симулятора, к инструкциям из интернета, к инструкции в эксплуатации этих симуляторов. И получается очень выгодно, очень недорого. Специалист показывает нам немецкий веб-сайт. Там предлагаются симуляторы подушек безопасности по цене даже ниже 10 евро за штуку. Преступный обман, который может стоить жизни человеку. Он совершенно нагло и открыто прилагается к употреблению. Этот продукт дает возможность имитировать наличие подушки безопасности в машине, что позволяет беспрепятственно пройти техосмотр. Оборот таких симуляторов заказывается, поскольку продавец указывает свой телефон и рекомендует к ним обращаться по техническим вопросам, мы решаем ему позвонить. Можно ли при ТО что-то заметить? Нет, они не могут заметить ничего, если только не захотят разобрать всю машину. Но этого никто не делает. Как вы видите в моем рейтинге, я продал уже более 50 тысяч таких обманок и не было никаких жалоб. Это просто ужасно. Все, что он сказал. Да, и это никак нельзя прекратить. Он уже продал, конечно, не 50 тысяч симуляторов, но вот 10 тысяч это точно. И они все на машинах. Если это представить в реальности, то это, конечно, очень впечатляюще. И кем нужно быть, чтобы это предлагать в интернете? В Познане, в Польше, два раза в неделю собирается огромный рынок запчастей для автомобилей. И здесь обычно продаются такие симуляторы подушек безопасности, элементы рулевого управления и отремонтированные подушки безопасности. Эксперт Готфрид Мозер ведет нас. С нашей камерой мы успеваем сделать лишь несколько общих планов рынка, и это уже удручает. Здесь находится огромное количество самых разнообразных запчастей. А вот со скрытой камерой мы чувствуем себя свободнее и крутимся возле стенда со всякими премудростями. Тут мы находим крышки для рулей, в которых нет никаких подушек безопасности. Видно, как эти подушки безопасности были удалены в результате срабатывания. Мы делаем вид, что нам интересно и спрашиваем, что почем, интересуемся симуляторами, и продавец услужилю предлагает нам недорогие варианты на коленке отремонтированной подушки безопасности. Это сделано профессионально, гораздо лучше, чем поставить симулятор, говорит он, и складывает в руль подушку безопасности. Она с работы так же, как и заводская, нахваливает он свою работу, с новым вышибным зарядом, конечно. Но и в таком случае это гораздо дешевле, чем ставить заводскую. Хоть в Германии и нельзя ремонтировать аэрбэги, но тут в Польше это нормально. Какие манипуляции с подушками на рынке тут возможны? Что они тут делают? Они закупают новые аэрбэги, ремонтируют сработавшие, продают симуляторы, и в итоге получается, что со всеми этими уловками можно пройти техосмотр в Германии. Но я бы не рекомендовал это делать, потому что это очень рискованно. Риск не пройти техосмотр с такими штуками — это самое маленькое, что вас подстерегает. Мы напомним, что фирма ФСД со своим устройством для контроля техосмотра может помочь в проверке функционирования систем безопасности. Как говорится в их рекламном видео, это устройство позволяет обнаружить манипуляции с аэрбэгом. Обязательно нужно отправлять поддержанные машины перед покупкой на диагностику, особенно на предмет присутствия обязательных элементов безопасности. Это само собой разумеется, но вот сможет ли это устройство и в самом деле распознать симулятор или другой обман? Мы это тоже хотим проверить. Наш эксперт поставит симулятор подушки безопасности, и мы попробуем пройти техосмотр в официальной организации. Прежде всего, для безопасности мы отключим аккумулятор от сети, и наш эксперт вытаскивает весь блок аэрбэга целиком. А, вот это и есть подушка безопасности? Да, вот так она выглядит в оригинальном состоянии. Конечно, к ней нужно обращаться осторожно, не трогать эти штекеры, не подавать сюда напряжение, а то она возьмет и сработает. Затем он устанавливает симулятор. Да-да, тот самый, который стоит дешевле 10 евро. С помощью устройства он проверяет, смог ли автомобиль сам что-то зарегистрировать? Может, возникла ошибка аэрбэга? Вот тут я запрашиваю систему о возможных ошибках, и что мы видим? Система отвечает, что нет никаких ошибок, что все в норме, хотя подушки безопасности тут нет, она удалена. Этот трюк мы проделали только с подушкой переднего пассажира, а вот жульковатые дилеры проводят такие трюки со всеми подушками безопасности в машине. С помощью этих действий они, конечно же, зарабатывают деньги, а о безопасности они не заботятся, тут о ней больше даже речи нет, и передний пассажир теперь находится в смертельной опасности. При помощи таких опасных манипуляций многие продавцы экономят при ремонте многие тысячи евро. Такую опасную машину можно установить наклейки в прохождении техосмотра, как и многие другие, и она может пройти еще много техосмотров в будущем. Я еду, конечно же, без переднего пассажира в Мюнхен, в одну такую большую контору, которая проводит техосмотр. Сначала обратимся в Тюф Юб. Инженер-диагност сможет обнаружить это надувательство? Он подключает свою аппаратуру к разъему, а затем проверяет на стенде тормозную систему. И всего через полчаса я получаю заключение. Не обнаружено никаких противопоказаний для использования вашего автомобиля в общем движении. Черным по белому написано, что техосмотр пройден, значит я могу на этой машине официально ездить, хотя только я знаю, что сидеть рядом с водителем теперь может только смертник. Затем я еду в другую контору, КЮС, а потом в Декра и еще в ГТЮ. Напоследок я заезжаю в Тюф в Райланде. И везде я смог пройти техосмотр на этой машине, и никто этих манипуляций не обнаружил. При всех моих обращениях в эти авторизованные организации, чтобы они прокомментировали эти результаты теста, почему же такое возможно? Все они дали одинаковое заключение, ответы от вписки. При ТО были применены действующие правовые требования, запрашиваемые вами данные не могут быть предоставлены. Возможности осмотра ограничены техническими рамками. Снова я обращаюсь в ФСД с запросом, сможет ли их широко разрекламированное устройство обнаружить какое-либо мошенничество в машине. Хочу узнать у главы фирмы Юргена Боннингера, почему в наших проверках официальные приборы машины этот симулятор не обнаружили. При манипуляции симулятором, если уж электроника самой машины не видит ошибки, то и наш прибор, который ничем не лучше заводской электроники автомобиля, тоже ничего не заподозрит. Все стандартизировано, и технически это невозможно. Сам по себе прибор ничего сделать не может. Конечно же, нужно, чтобы человек все сам посмотрел, добрался и проверил. Наше заключение – проверка функционирования электронных систем только лишь при помощи таких же электронных устройств недостаточно. Этот девайс, применяемый при техосмотре, не смог обнаружить ни проблем с тормозной системой, ни манипуляций с аэробегом. Это мы обнаружили дополнительно в ходе исследования, чтобы предупредить Германию о пробелах безопасности. Это устройство для ТО должно соответствовать нормам ЕС, согласно которым с 2018 года все электронные системы должны быть лучше проверены. Для выполнения этого требования Европейского Союза наши политики должны предпринять некие шаги. Я поговорил с чиновником от партии «Зеленых» Оливером Крышером, и он был категоричен. Ваша проверка четко показала, что этот общеевропейский прибор для контроля при ТО несовершенен. Если требования ЕС правомерны, это значит, что должны содержать конкретные указания на то, что нужно улучшить и где нужно провести усовершенствование. Что нужно проверять? Как функционирует подушка безопасности? Можно ли провести дополнительную проверку для наличия визуально? Работает ли тормозная система? Все ли правильно собрано на машине? Конечно, нельзя сразу предусмотреть и все решить, но понятно уже, что с этими приборами в нынешнем виде нужно заканчивать. Правительство не хочет нести всю полноту ответственности за безопасность на дорогах. Чиновники хотят, чтобы доля ответственности была переложена на автопроизводителей, которые сами не в состоянии обеспечить необходимый уровень контроля за своими изделиями. Мы понимаем, что тут есть коренные проблемы в обеспечении безопасности машин в Германии и по всей Европе. И главная роль должна принадлежать автозаводам, вместо того, чтобы полагаться только на законы. Пусть они сами в этой сфере наведут контроль, а правительство поддержит эти меры. Нам нужны ресурсы, нам нужны люди, которые в этом понимают, и государство поможет в том, в чем сами автопроизводители не смогут разобраться. Я имею в виду уже нормативные акты. Теперь я еду во Франкфурт, где концерны занимаются созданием и продвижением электронных систем для автомобилей. На франкфуртском автосалоне производители представляют бесконечное множество новейших систем, возможностями которых можно только поделиться. Многие современные модели имеют круиз-контроль и тормозные системы, которые все больше становятся автоматическими. Есть очень много программ, которые сами рулят. Это проекты беспилотников, камеры, центры и радары. Это создает множество данных для компьютерных систем автомобиля, которые уже становятся образцами хай-тека. Йохан Хабб, эксперт по системам активной безопасности автомобилей в компании Mercedes, показывает, что сегодня есть в S-классе. В этом демонстрационном экземпляре можно увидеть, как множество новейших систем соединены воедино. Включает режим и видим, как автомобиль поворачивает сам, набирает скорость и тормозит также самостоятельно. Эксперт включает программу симуляции остановки в конце пробки, когда водитель, к примеру, быстро движется по шоссе и отвлекается на вертолет. А впереди стоят другие машины. Наш автомобиль сам оттормаживается. Круто, если это работает на самом деле. А что будет, если система взбрыкнет или заглючит? Опасно полностью доверять тормоза машине, особенно, вот как тогда проверить, работает она или нет. Тут же все в комплексе, все взаимосвязано. Да. Тогда как можно провести техосмотр такой сложной машиной? Сможет ли Декра или ГТЮ такую машину проверить или контролировать? Нет, не сможет, потому что тут все слишком сложно. Есть международные нормы, которые регулируют правила работы мультифункциональной системы на различных уровнях. И мы сейчас находимся на таком уровне, что эти системы помогают настолько, что человек вообще может стать ленчаем. И эта система сейчас сама решает, нужно ли сейчас пройти техосмотр или нет. Высокоорганизованная мультисистема проверяет себя сама. Тогда может ли тормозная система гарантировать безопасность? Может ли она сама проверять все данные с дороги? Можно ли довериться всем этим сложным камерам, сенсорам и радарам? С помощью автосервиса мы хотим проверить работоспособность радара в ежедневной работе. Эксперты сымитировали на сенсоре радара царапину, как будто полученную на парковке, но электронная система не обнаружила никакой ошибки. На нашем тестовом автомобиле радар получает данные еще и с круиз-контроля, когда система получает данные с расстояния до впереди движущего другого автомобиля или препятствия. Вместе с экспертом Готфридом Мозера мы устраиваем тестовую поездку. Установленный тут-круиз-контроль должен всего лишь сохранять установленную скорость и следить за тем, чтобы между нашей машиной и едущей впереди всегда сохранялась безопасная дистанция. Само собой. Смотрите сейчас, как далеко он распознает ее или нет. Сейчас он должен распознать вот этот мини и изменить сигнал. Вот этот сигнал. Но он не распознает этот мини, видите? Поскольку я сам ничего не предпринимаю, мы так и едем дальше. Вот сейчас уже нужно тормозить, но на панели нет никакого сообщения препятствий. Это же может привести к катастрофе. Система проверяет себя сама, и радар сам распознает проблему из-за сымитированной царапины на датчике. К сожалению, нет. За 20 километров, которые мы проехали, радар не сообщил нам ни разу о том, что он выявил какую-то проблему в своей работе. Скажите, а диагноз на техосмотре сможет выявить такую проблему? Нет. Он не сможет этого сделать техническими методами. Он должен будет совершить такую же пробную поездку. А водитель? Ну, конечно же, водитель этого сам и не заметит, и не узнает, пока сам не окажется в такой ситуации, и не увидит, что ему теперь можно надеяться только на себя. Конечно же, я обратился за интервью в Министерство транспорта и рассказал обо всех выявленных нами проблемах детально. Но они не решились проводить интервью перед камерой, а прислали лишь письменный ответ. Миллионы водителей доверяют системе техосмотров, считая свои машины, прошедшие официальный ТО, безопасными. Тогда как великое множество систем безопасности остается совершенно непроверенными. И это все несмотря на то, что за такой техосмотр и плакетку на госномере взимают сотню евро. Чиновники должны отвечать за то, чтобы автопроизводители заботились о безопасности и правила техосмотров были выполнены. Система техосмотров должна быть коренным образом реформирована. Перевод видеостудии Freelance Films Москва в 2018 году.